Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Ну вот, девочки, как и обещала, показываю новый рецепт бельгийских вафель. И на мой взгляд, мне кажется, он, наверное, самый лучший из всех, которые мне доводилось готовить. Вафли получаются нежнейшими, вкуснейшими, просто воздушными. Продуктов нужно нам будет вот такое количество. Это на одну порцию, то есть на 8 вафель. Мы берем 250 грамм муки, 80 грамм сахара, 100 грамм молока, 2 яйца, 100 грамм растопленного сливочного масла, 1 пакетик ванильного сахара и 1 чайная ложечка разрыхлителя. Также нам понадобится вот такая деревянная лопаточка, чтобы вынимать вафли, ну, сам аппарат и миксер. Ну, а теперь приступаем. Для приготовления теста я выкладываю 2 яйца, ванильный сахар и сахар. И буду сейчас все это вместе взбивать до белой пышной массы. Яйца с сахаром взбиты. И теперь я вливаю сюда растопленное сливочное масло. Полностью выливаем все. И тем же временем добавляем чайную ложку разрыхлителя. Снова взбиваем. Теперь всыпаем нашу муку. Тоже полностью. Очень просто все готовится. Просто замечательно. Я обожаю такие рецепты. И молочко. И теперь снова все взбиваем. И до такой вот массы вы сами увидите. Обычно у меня рецепты, которые на бельсгильские вафли, они все были такое тесто, как, ну, чуть более густое, чем блинное. А в этом рецепте тесто будет, вот сами увидите такое, оно будет такое пушистое-пушистое и очень красивое. Все ингредиенты тщательно перемешаны. Я оставляю тесто постоять буквально 2-3 минутки, как раз для того, чтобы разогреть аппарат для приготовления вафель и убрать лишнюю посуду. Так, ну вот, аппарат показывает, что он готов к работе. Загорелась зеленая кнопочка. И сейчас я буду открывать его и выкладывать сюда тесто. На каждую из формочек я буду выкладывать по 2 столовые ложечки теста. Вот тесто, кстати, то, о чем я говорила. Смотрите, оно густое. И такое вот, прям как воздушное получается. Вот так вот по 2 ложечки я положила и накрываю. Оставляю выпекаться ровно 4 минуты. 4 минутки прошло. Сейчас я открою свой аппарат. И вот такие, ну, немножко смешная получилась. И вот таким образом достаем, просто всегда лопаточкой, ну, неудобно мне одной рукой. Видите, вот такие вот они пропеченные, такого вот золотистого цвета. Ровно вот мой аппарат печет за 4 минуты. Запах стоит ванили. Это просто что-то. Ну, и так далее. Делаем второй слой. Ну, вот и все. Прошло всего лишь 15 минут. И мои бельгийские вафли по самому лучшему рецепту готовы. Подавать я их буду сегодня с фруктами. Это бананы и ягода клубника. Что хочу заметить по поводу этих вафель, что именно мне в них очень нравится. У них очень хрустящая корочка сверху. И они необычайно нежные и воздушные внутри. Всем большое спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, рецепт вам пригодится. И до новых встреч на моей кухне. Субтитры сделал DimaTorzok